Конечно, такая безуспешность зависит от бессилия смиренных слов моих. Пусть, впрочем, в этом на моей стороне вина. Но разве вы не слышите словец Божественного Писания? Не оглашают ли они каждодневно слуха вашего спасительными догматами? Что вопиют, кроме того, и святые отцы? Что возвещают? О чем свидетельствуют? Чем угрожают? Не приводят ли они пред очи вашего страшного того и неподкупного судилища, потрясающего того окончательного решения Божия, того поражающего отвержения и мух бесконечных, огня неугасимого, черви ядовитого, неумирающего, тьмы тьмущей, тартерской преисподней и прочего, что при этом помышляется? Не показывают ли они нас упротив этого Царства Небесного, жизни нескончаемой, славы неприступной, света неизреченного, недомысленных красот рая, лона Аврамова, скиний святых, дворов праведных, чинов ангельских, радований неизъяснимых? И при всем том никакого не видно у вас исправления, ни даже раскаяния. Какого, впрочем, слова можем мы послушать, когда только и ищем, чтобы удовлетворить свои плотские страсти и пристрастия? Когда совсем опустились, только и на уме держим, как бы что поесть и попить? Какое бы слово смешное выпустить на разорение своей души и души слышащего? Что бы придумать, чтобы прикрыть вину свою или свалить ее на другого? И общее скажу, когда мы души свои сделали не детилищем преподобия и правды, а всякого беззакония и неправды, следовало бы нам горе взбирать, горнее мудрствовать, вышних искать и видеть, в какое и каликое звание облеклись мы, кому и чем обязались мы через то, каких и каких грехов в прежней жизни получили через то прощения, и в каких винах нерадивости после принятия схемы сподоблялись разрешения, следовало бы трепетать, спинать, смиряться и сокрушаться, ходить с сердцем отягченным и взором поникшим, поминая о смерти, всегда готовой, о предстании перед судью по выходе из тела и свете нестрашных ангелов, следовало бы нам подражать святым отцам нашим, которые во всем до случайного слова были крайне строги к себе и во всем осторожны, искренне, благоустроены, незлобивы, кротки, мирны, незадорны, неплотолюбивы, немиролюбивы, безмолвны, песнословны, благодарны, благопослушны, смиренно мудры, сосуды воистину избранные, на всякое благое дело уготованы, имея живущим в себе Святого Духа. Что же не родим мы несчастные? Что ленимся? Зачем так опустились? По что Слово Божие не касается душ наших? По что не изводим мы слез? По что не умягчаем окаменелых сердец своих? По что не изменяемся совершенным изменением? Почему каждодневно не подвигаемся на лучшее, чтобы видно было, что мы убежали из мира и стали выше всех обычных мудрований человеческих? Приидет, приидет и не замедлит страшный и втрепет приводящий день и час представления. Тогда восстянаем горько, болезненно и безутешно, не имея дерзновения сказать «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». Но придите, если слушаете меня, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю нашему, восстянаем и возболезнуем перед Ним от всего сердца. И блесущий всем призывающим его воистине подаст на помощь и силу отбросить греховные навыки и ступить в порядки добродетельные, не щадя никаких жертв. Не говорю «Не ешь, не пей», не говорю «Не ложись отдохнуть», не говорю «Не принимай утешения и не сходи с братьями на беседу». Но требую, чтобы все это было делаемо благообразно, мирно, в подобающее время и в приличном месте, чтобы добродетель к добродетели прилагая и преуспеяние к преуспеянию принимая, пожить нам жизнью мирную и ангеловидную. 183. Некоторые из вас таковы, как требует Слово Божие, но их не большее число. Почему же не восстать нам всем и от глубокого сна беспечности пробудившись, не потещи к свету ведения и не возжевать вечного блаженства? Почему не умертвить нам члены земные, блуд, нечистоту, всякую страсть и похоть злую, чтобы сделаться храмами Божиими, в которых благоволил бы селиться Отец, Сын и Дух Святой? Почему не хранить монашеского чина и словом и делом со всем строгим вниманием, чтобы отнюдь не дерзать ни на смех, ни на лукавство, ни на ропот, ни на возгордение перед ближним, не навели речи, по которому говорят, я был кем-то и кем-то, у меня было то и то? Да коли демон прознословия будет обладать нами, да коли будем мы орудиями льстивого духа прислушания, да коли будем надымать все сердце наше, тщеславясь малыми и ничтожными вещами и порицая братья из-за неимения таковых, но придите, чадо, послушайте меня, восприимем страх Господень и дадим друг другу деснисы на содевание спасения общими силами, пока во плоти мы, пока продолжается еще время нашего пришельствия, пока уместны еще молитвы и моления, слезы и покаяния, потечем, да достигнем того, чтобы весь мир, презревший всякое плотское мудрование, отбросивший всякие земные желания, умертвивший, все наше расположение перенести на святое, доброе и божественное. 184. Стойте доблестно, мужайтесь и претерпевайте все в порядке жизни вашей. Вознеситесь мыслью горе и небошественно созерцайте небесное. Там, с Исаией, узрите вы Господа на престоле высоком и превознесенном сидящего, окруженного предстоящими ему херувимами и серафимами и всеми сонмами ангелов. Там узрим мы его в страшный день второго пришествия его. Тогда услышат приблагословенный тот его глаз, добре совершивший предлежащий им подвиг, в отвержении телесных удовольствий и в недопущении с властям века сего овладеть собою. Тогда праведники просветятся, как солнце в неизреченной радости, когда подвигоположник наш Господь и Бог раздаст дары по достоянию всем и каждому. Ей, братья мои, какого блаженства вкусят все святые, получив тамошнее благо, по тому чину, в каком благоугладили здесь. Велики, конечно, ради Бога укрывавшиеся в горах, вертепах и пропастях земных столбники, пещерники, затворники. Я не имею в мысли говорить здесь о высших чинах святых апостолов, судей вселенной, также о всеблаженных мучениках, божественных пророках и о некоторых других родах праведников. Но и наш чин ничем не меньше их, ведомого вам, что сам раздаятель даров, сошедший на землю, не пустынно избрал себе род жизни, не столбнический и другой какой, но благоволил пожить в послушании, как сам негде говорит в Евангелии, сошел с неба. Да не творю волю мою, но волю пославшего меня отца. И опять, что я говорю, то не от себя говорю, но пославший меня отец, он мне дал заповедь, что сказать и о чем возглаголочь. Потом на тайной вечере, припоясавшись полотенцем и приняв служительское дело, а мы многие ученикам, и спустя немного сказал, я посреди вас, как служащий. Так Господь, воплотившись, не другой какой, а наш послушнический образ жизни благоволил приять. Неутешительно ли и нерадостно ли должно быть для нас, что мы проводим жизнь в подражании Ему? Уместно ли потому нам ублажать другие виды подвижнической жизни предпочтительно перед нашим? Да, да вы, если как следует в точности, проходите эту жизнь и сами не захотите ублажать другую какую. Почему и в геронтике читается сказание, в котором из трех подвижников, состоящих в послушании, по откровению, предпочтен пустыннику и больному с радостью переносящему болезнь. Ей, братья мои, воистину велика жизнь наша, и проходящие ее без сомнения прославлены будут с Авраамом, с мучениками и праведниками. Теките же, добре! Да не остановит вас завидующий вам дьявол, и сами не останавливайтесь по разлинению. Помажьте ноги и леем терпения, облетитесь в хитон радования, пейте воду чистоты и целомудрия. Не говори никто, доколе же? Это слово линящегося. 185. Радуется виноградарь, видя, как развезвляется лоза виноградная. Радуюсь и я, когда вижу кого из вас, приносящим плоды духовные. Благословенно ветер, богатая гроздами духовными, дающими вино сокрушения и веселящими Бога и людей. Но да не будет ни о ком из нас сказано, что от лица Божия сказал о неких пророк Моисей. Разгай их, ведь от гаморы гроздь их, гроздь желчи, гроздь горести их. Старозаконие 32.32. Ибо страшная угроза возглажается в Евангелии, что всякая ветвь, не творящая плода доброго, отсекается и в огонь бросается. Конечно, нескончаемый. Благодатью Христовую в нашем богонасажденном винограднике есть различные ветви. Один, например, при сладости деяния имеет и слово, солью и Духа Святого приправленное. Другие украшаются глубоким смирением, иной при многоплодности расширяется разветвлениями. А разумею, под этим того, кто крепнет и растет духовно, прилагая подвиги на подвиги. Иной глубоко и многими корнями врос в землю, много и высоко ветвист и тучин, та, что от него производятся рассадки и других лоз. Таков тот, кто при своей утвержденности в добрых путях, пользует и других братьев, когда видит кого падающим или опечаливаемым вражескими нападениями. Но виноградные ветви, не имея чувства, не соревнуют друг к другу. Вы же, как воодушевленные и богонасажденные, соревнуйте друг к другу, вместо возрастайте вместе, и вместе плоды приносите, чтобы никто из вас не оставался бесплодным, но все были исполнены плодов от божественного возделания, и достолюбезно ради множества гроздов на вас духовных, то есть добродетелей. Такими удоблениями желал бы я одних обрадовать, других образумить. Для всех желал бы я воздвигнуть лестницу от земли до неба смиренным моим словом, чтобы вы восходили до высших созерцаний и не сходили до глубин сердца, до уразумения непостоянства и скоротечности жизни человеческой, суетности и непрочности человеческих дел. Желал бы словом перенести вас в тамошний мир и показать вам тамошние неизреченные и неисчислимые блага. Желал бы представить вас перед лицом Бога Живого, Творца Овсяческих и Владыки, и дать вам уразуметь, какова тамошняя страна. Каково там вечное упокоение, какое радование неописанное, веселье ненасытимое, сопребывание с ангелами и всеми святыми, все блаженные, чтоб вы восхищены бы в тем и просвещены, отвратились от всего суетного, истинным почитая только то вечное, отложенное вам благо, зешнее же все, получаемое и тотчас исчезающее, в меня ли не во что? 186. Ныне возглашаю слово блаженного Арсения. Арсения, зачем вышел ты сюда? И приглашаю вас попросить вместе со мною себя самих. Зачем вышли мы из мира и пришли сюда? Отвечу за всех. Конечно, для того, чтобы стяжать Бога, чтобы, соделавшись с сынами Божиими, наследовать Царство Небесное, и для того перестать быть плоти и крови, которые Царствие Божие не наследует. Званием святым призвал нас на это Господь. Взявши, возьмите крест Христов, и не лицемерно идите во след Его, не раздвояя себя между им и миром, но все всецело Ему одному предайте и посвятите. Подвязайтесь к подвигам добрым, подвязайтесь и совершайте путь свой, доблестно перенося все встречающиеся трудные и прискорбные, облегчение, подчерпая себе из упования, наследие через сто обитованных благ. Множество злых духов прирожается и нападает на нас изнутри и совне. Изнутри сердца, говорит Господь, исходят помышления злые, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, воровство и подобное. Против ветра духов этих поднимем ветрило души, чтобы плыть своим путем с опасливостью, чтобы тотчас не попасть в беду, наткнувшись на отмель. Или подводный камень, который суть неведения, особенно же несказывания помыслов и прикрытия себя. Предуказанных опытом и опасных мест надо всеусильно остерегаться, чтобы не погибнуть, попав на них. Ни направо, ни налево не должно уклоняйся, а тищи царским путем, средним. Потому не мешкать мы не будем на добро, как будто оцепенелые, не слишком стремительные, по кровяному жару отбегая в сторону среднего пути, как бы и десье, и десь нова. Что бывает, когда людям казаться лучше других, разгорячаясь самомнением и наследуя за то пророческое, увы, и горе? Думая быть мудрыми в себе, сами обезумели. Исайя 5, 21, 187. «Придите, потечем вместе, потечем же так. Кто нерассуждающим послушанием, кто неколеблющимся терпением, кто христоподражательным смирением, кто хранением помыслов, кто болезненным сокрушением, кто очистительными слезами, кто независливым братолюбием, кто подару благодати от Бога учительным словом, или назидательным псалмопением, или показанием, так, как что делать. Делай всяк, кто что может. Могущий учиться – учись, стихословить – стихословь, молиться – молись, класть поклоны – клади, только все благоговейно и с терпением. Никто не ищи своего, и не следуй только своему расположению, ибо таким образом он отчуждит себя от добрейшего послушания. Да не слышится между нами ни могу, ни по душе, ни здоровиться. Хотя бы и вправду мог кто сказать это. Даю вам слово верное перед невидимым Богом и избранными Его ангелами, что, нудя себя, по слову Господа, что Тарсия Божия восхищает прилагающие усилия, нудя себя и утесняя во всем, как вы себя утесняете по причине тесноты и прискорбности пути вашего, перейдете вы от смерти в жизнь, от тления в не тление, от тьмы во свет, от рабства к сыновлению Богу, изъедоли плача в царство небесное, пресветлое и всерадостное. О первом же нашем пребывании в раи и изгнании оттуда воспомянем. Или и о возустроении всего в будущем веке. То и другое важнейшее суть для нас предметы ведения. Как изгнан пратес наш Адам, небезызвестно вам. Но какая тому причина? Гордость и дерзостная непокорность перед Богом, давшим Ему самое бытие и жизнь. Не прибыл он верен данной заповеди, обуморен, будучи в душе вожделевшими чувственного удовольствия очами, и помышляя только о том, что плод добр в пищу и красен на вид, по наущению жены, более же по обольщению змея, вкусил от запрещенного и через то не спал от света во тьму. И так горькое вкушение сладкого, по видимости, прислушание изгнало его из рая и не звело его в жизнь, полную трудов и прискорбий. Но что он пострадал, того позаботимся избегнуть мы, внимая, да не попадемся в те же сети, не позволим себе увлечься влекущими к чувственному удовольствию, прелестями и красотами, ни внутреннему мысленными воображениями, ни внешне случайными впечатлениями на тело и чувства. Ибо хотя увиденное, оно расскажется прекрасным и добрым, но на деле оно не таково. Если вкушаем того, то оно, что привело водами, тоже порождает и в нас смерть, тление и осуждение. Тот поверил, шептавшему ему змею, в день, в который вкусишь от древа познание добра и зла, откроются очи ваши, и будете, как боги. То же и нам нашептывает дракон, что если такое и такое похотение исполним, то получим безмерное обрадование и полную свободу от всего тяготящего. Но тот, послушав его, не только обманулся в ожидаемом, но потерял совсем и то, что было у него, бедственно отпавше от бога. Нам же как? Уже ли послушать его? Или не разумеем помышления его? Нам не безызвестны умыслы его и обманной приманки. Потому сколько бы ни манил он нас, сколько бы ни звал, сколько бы ни производил движений в душах наших, да будет он далеко отталкиваем от нас. Ибо он покушается лишить нас божественного и блаженнейшего девства, изгнать из рая заповедей Господних и совлечь с нас Богом данную ангельскую схему, чтобы потом засадить в преисподние земли. Заградим же затворы помышлений наших, запрем им двери и разговоров с ним заводить не станем. Но когда восстать грешному дьяволу перед нами, а не имеем и смиримся перед Богом, не помышляя даже, что враг подступил, запечатлеем себя непобедимым оружием креста и словесами богодухновенных писаний укрепим себя в содевании спасения своего, постараемся преуспевать каждодневно, сытости не зная в доброделании и подвижничестве, не успокаиваясь тем, что успеваем сделать, не почитая того, значащим что-либо, и не думая, что превосходим в чем-либо кого-то, того-то и того-то, но все заповеди Божия поревнуем исполнить в совершенстве по всякому образу. Вот в чем добрый подвиг наш, вот в чем блаженное восхождение наше похвальное купля, не гиблющее сокровище, залог будущего наследия вечных благ. 189. Радуйтесь и веселитесь, теките добре и будьте выше обманчивых приманок мира, держа горе к небесам стремящуюся мысль, и там аж не зря неизвеченную славу. Веда вам, вам, что весь наш в подвижничестве труд, ничто есть сравнительно с царствием небесным, что скорбь и нужда здешняя перед вечным упокоением, подобно неприятному сонному мечтанию. Хорошо рассудили мы и хорошо сделали, что вышли из мира силы позвавшего нас на свое небесное царствие. Но будем и жить хорошо, мало-помалу преуспевая в доброделании и из того, что испытываем, научаясь не допускать, что преодолевали нас суетности. Сколько раз предавались мы удовольствием, и ничего из того не осталось. Сколько раз насыщались чревом мы, на пожелание чревное удовлетворяли, а ничего из насыщения в запас не отложили, кроме отяжеления тела. Если поблажали срамным и посранным помыслом, то потом проклинали себя, пожиная скорбь вместо отрады. Если насыщались сном, то потом окаивали себя, как бессловесных. Если оказали грубость, то потом упрекали себя. Если предавались смеху, то потом оплакивали то. И вообще никакого добра нет человеку от удовольствий чувственных. Если желаем всегда вкушать и утешение, и отраду, будем соблюдать заповеди. Это будет для нас неистощимым удовольствием, принося обильный плод правды со свидетельством совести. Послушайте, братья, не будем предавать все сну и нерадение и тратить понапрасну время свое. Грядет сейчас представление, или не пришел ли уже, и ангел посылается за нами от Бога, который тотчас возьмет душу нашу и отведет. Но куда? Не ужасаемся ли, слыша это? Не трепещем ли, помышляя об этом? Помня это, святые мученики, радуясь, предавали тело свое на терзание, на освещение членов, на сокрушение костей. Воистину, позор, бывший миру, ангелам и человекам. Но зато потом увенчаны были. Преподобные же отцы наши, монахи, святые, подвязались так, как бы тело было враг их. Голодуя, услаждались, терпя холод, находились как в тепле, терпя лишения, были как имеющие всего вдоволь. Не вязала их любовь родителей, не отклоняла от намерения привязанность с детей, не отвлекала расположение братьев, ни золота, ни серебро, не было им вожделенно. Ни хорошее одеяние, ни пища, тело разгорячающее, но и еле одевались они, чтоб только жить, и всякие лишения переносили, как бесплотные. Возревнуем подражать им и мы, злопостраждем всячески, перенося и голод, и холод, и поношение, и посмеяние, и всякие другие прискорбности. Только бы не лишиться нам царствия небесного. 190 Страница 377 Четвертый том Добротолюбия Святой Феодор Судит Наставление Монахам Велик у нас подвиг, трудно одолим враг наш, сильна его против нас злоба. Ни ночи не спит, он ни днем не дремлет, и никакими сторонними заботами не развлекается, только все рыщет вокруг Богом собранного стада нашего, чтоб похитить какую неосторожную и неутвержденную душу и поглотить ее. Вам ведом и козни его, берегитесь же, он возбудитель греха, вбрасывает помысл, как удочку, прикрытую приманкой с власти. Вы же не будьте несмысленны, как рабы, по-апостольски сказать, не будьте неразумны, не открывая, не разумея его умыслов, не прещайтесь наружным видом и, обличив его коварство, отгоните его, и он, лишась успеха, с горечью возвратиться во своя. Вот его искусительные внушения. Одному он так подлагает зависть, другому леность, тому перехождение в другое место, этому гордость, или то и другое одному и тому всяким образом, влеча в сеть смерти. Будем же внимать себе, и, Господа, имея одесной души единого возлюбленного и вожделенного, избежим его уловления. Да не тиранит вас гнев, данный только против врага змея, и огонь похоти, да не имеет у вас свобода разжигать сердца ваши, на срамные и неподобные дела, но кротости украсившись и облегшись в прекрасное бесстрастие, любите друг друга. Еще немного понудьте себя и блаженными наречетесь, еще мало, немного, чуть-чуть напрягитесь, скоро ищи и достигнете града того небесного, пресветлого и приукрашенного, где неописанный брачный храм девственных душ, где лона Авраамова, божественный рай, царство небесное, этот град содержа в мысли, будем воодушевлять себя к скорейшему течению по пути к нему, не обращая внимания на труд и утомление. Внимайте богодухновенным глаголом Евангелий, апостолов, пророков и душеспасительным писанием отцов, ими питайте и насыщайте души ваши. В делах и трудах, которые каждому даны, благодушно пребывайте с терпением, братолюбием, взаимным помоганием и состраданием, да во всех и всем славится имя Бога нашего. Ему же служим и поклоняемся. 191. В борьбе непрестанной состоите вы на поприще послушания, принимайте удары в лишениях и бичеваниях при рожениях при скорбности, проливайте кровь в отечениях воли своей, но мужайтесь, потому что этим вы уготавляете себе венцы, почести и награды за добрую победу. Противостаньте дьяволу и убежит от вас, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Облекитесь, как повелевает великая вселенная учитель Павел во всеоружие Духа Святого, чтобы вам можно было стать неподвижно против козни дьявола. Терпением вашим он и отражается и побеждается, и долу повергается, как бессильный, и ногами вашими попирается. Так что на вас исполняется обетование, наступать на змеев, скорпионов и на всю силу вражью. Ей, ей, чадо мои, если еще немного поподвизаемся, то какие блага улучим, какую славу, какое радование, уста не могут высказать это и ум постигнуть. Ради этого мученики как овцы передавали себя на заклание, предавали, ради этого преподобные облекались строжайшие подвиги и совершили их. Будем подражать им и мы друг друга, возбуждая на это и друг другу помогая. Да не будет среди нас, прошу вас смиренно, прислушание изгнавшего Адама из рая, ни возгордения перед Вседержителем Богом, ни звергшего с неба Денису воссиявшую утром, ни чревоугодия заставившего Исава продать свое первородство, ни сластолюбия через лукавую долиду, сделавшего непобедимого Самсона посмешищем перед народными, ни зависти, сделавшей Каина брата убийцею. Восприимем же более добродетели, заимствуя примеры у одного кротости, у другого рвения, у того терпения, у этого непобедимости, у иного братолюбия, у другого смирения, послушания и боголюбия. Да будете сынами света и дня и сонаследниками тех, которых жизни соревновали. Восходите, братья мои, восходите на высокую гору добродетелей, полагайте в сердцах своих восхождения духа, будьте лестницами небесными, выстись, как кедры ливанские, вышних ища, горние мудрствые, и там собирая ум свой, чтобы застигший вас в таком настроении. Конец здешней жизни прямо перевел вас в блаженный рай, на жизнь нескончаемую. 192 стр. 379 4 том Добротолюбия Еще и еще взыщем Бога, и жива будет душа наша. Прилежно воззовем к Нему, и Он призрит на нас, как на древнего Израиля, и услышит вопли стинания душ наших скорбящих. И хотя Моисея не пошлет, но сам собой всеконечное исхитит нас из рук мысленного фараона и горькой работы страстям его. Пока мы состоим под греховным Египтом, да то ли неизбежно гонят нас и преследуют работные ему помыслы. Когда же призрит на терпение наше благие Бог знамениями и чудесами своего в нас присутствия, тогда иными какими-то десяточисленными язвами изводит нас в землю безстрастия. И мы во вседовольном радовании поем ему тогда победную песню о своем освобождении. Субтитры 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 Продолжение следует...